Доктор Николас Ривз Доктор Николас Ривз Доктор Николас Ривз Доктор Николас Ривз Но и историки, и политики умолчали о другом. Находка может оказаться очень ценной и в финансовом смысле. Ведь покои фараонов были доверху набиты золотом. И даже спустя тысячелетия оно остается самым ценным металлом на Земле. Металлом, который ищут во всех частях света. Правда, теперь оказывается зачастую проще найти золотой клад в тысячелетних гробницах фараонов, чем в собственных сейфах и хранилищах. Золотое дно. Куда пропадает благородный металл из самых защищенных хранилищ в мире? Соответственно, когда Венесуэла обратилась в США с просьбой вернуть золотой запас, она получила невнятный ответ. Золотой обман. Самый большой скандал в современной истории золота. Внутри этой самой золотой оболочки оказался обычный металл, вольфрам. Не все то золото, что блестит. Как отличить фальшивку? При ближайшем рассмотрении я увидел, что это коррозия. Люди гибнут за металл. Как добывают золото в современном мире? 80% это некие артели старателей, которые работают, конечно, в ужасающих, невероятных условиях. Золотая середина. Почему одни избавляются от золотого запаса, а другие его пополняют? Золото. Оно вершит историю, рушит жизни и целые империи. В человеческом организме содержится около одного миллиграмма этого благородного металла. При его нехватке ускоряется процесс старения. Мы буквально не можем жить без золота. Но этот презренный металл порождает и величайшее зло в мире. С ним связаны самые жестокие преступления и величайшие аферы в истории. Оно может дать жизнь слабым и убить сильно. Проходят тысячелетия. Мир меняется. Неизменным остается золото. И его власть над людьми. Представьте, вы покупаете золотое украшение. Дорогое, на все сбережения. И сдаете его на хранение в банковскую ячейку. Вас уверяют. Вернуть собственность вы сможете в любой момент. Проходит год, и вы решаете забрать драгоценность из банка. Но там вам отказывают. Вы просите хотя бы убедиться, что ваше украшение до сих пор в сейфе. И снова отказ. Очень похоже на кражу. Вы можете представить, что в такой ситуации оказались целые государства. Тысячи тонн золота. Запасы ведущих мировых держав просто исчезли. Но почему же никто не торопится заявлять о преступлении века? Куда пропадает благородный металл из самых защищенных хранилищ в мире? И как золотая лихорадка 21 века влияет на судьбы людей и государств? Правда, которая дороже золота. Август 2011 года. Президент Венесуэлы Уго Чавес делает заявление, которое моментально приводит к панике на мировых финансовых рынках. Чавес объявляет о намерении вернуть в страну ее золотые запасы, которые до сих пор хранились в банках США и Европы. Всего 211 тонн драгоценного металла. Почти на 11 миллиардов долларов. Казалось бы, нужно всего лишь взять золото из хранилищ, погрузить в самолеты и отправить в Каракас. Но желание президента вернуть Венесуэле ее же собственность производит эффект разорвавшейся бомбы. Соответственно, когда Венесуэла обратилась в США с просьбой вернуть золотой запас, который находится в Штатах, она получила невнятный ответ и началась долгая. Продолжение следует... ...попадают из самых защищенных хранилищ. Золото. Лучшая инвестиция в нестабильное время финансовых кризисов. Но оказаться обманутым может каждый. И президент, и рядовой избиратель. Москвич Юрий Матросов решил вложить собственные сбережения в золото. В одном из банков России он купил вот это изделие, цена которого 30 тысяч рублей. Оформив все документы, бизнесмен забрал слиток домой, нисколько не сомневаясь в качестве покупки. Каково же было удивление Юрия, когда через несколько месяцев на золоте появились следы, похожие на ржавчину. Я решил воспользоваться микроскопом, посмотреть элементы ржавчины, или это пыль, или это грязь, хотя капсуль не открывался абсолютно. То есть кислород туда тоже, по идее, не попадал. При ближайшем рассмотрении я увидел, что это коррозия. Но ведь золото не ржавели. Что же произошло? Могли ли Юрию продать фальшивый металл в одном из крупнейших российских банков. Чтобы понять это, он отнес слиток на экспертизу. О ее результатах мы расскажем чуть позже. Золото и обман. Золото и смерть. Эти слова всегда шли рядом. Когда говорят, что золото пропитано кровью тех, кто его добывает, это вовсе не преувеличение. Южная Африка. Еще недавно здесь добывалась большая часть всего мирового золота. И до сих пор поиски желтого металла это главный способ заработка почти полумиллиона африканцев. В шахтах на глубине в несколько сот метров работают все, кто может держать кирку и лопату. Золото добыча в Африке 80% это некие артели старателей, которые работают, конечно, в ужасающих, в невероятных условиях, без каких-либо там механизмов, агрегатов. Насколько мне известно, гибель простых старателей, простых добычков золота, она до сих пор, к сожалению, в достаточной мере велика. 16 августа 2012 года стало черным днем в истории ЮАР. Забастовка на одной из золотодобывающих шахт, где старатели требовали повышения зарплат, закончилась настоящей трагедией. Субтитры создавал DimaTorzok Поиски золота всегда были смертельно опасным делом. Но для избранных счастливцев оно открывало двери в новую жизнь. Истории известно 13 золотых лихорадок, когда люди тысячами отправлялись на поиски золота и счастья. Причем один из первых приступов этой болезни случился именно в России. Сибирь. Город Томск. Это здание в самом центре уже несколько лет стоит полузаброшенным. Внутри разруха, но даже сквозь нее видны следы былой роскоши. В советские годы здесь был дом офицеров, а в 19 веке в этом доме гремели самые шикарные балы за Уралом. Шампанское для них везли ящиками из Парижа. Денег у владельца было столько, что в сибирской глуши их физически некуда было тратить. Так в России 19 века жил купец Горохов, один из многих золотоискателей. Ну, представьте, простой парень намыл золото, стал богатым. Вот один золотопромышленник в России, он выпускал визитные карточки из чистого золота и раздаривал их. Строили в тайге оранжереи, где выращивали ананас. Делали золотые ручки из дверей, делали золотую посуду, все было из золота. Золотая лихорадка в Сибири, на Кузбассе, началась в 1821 году, задолго до открытия Клондайка. Тогда и зимой, и летом люди промывали песок через сито, стоя по колено в ледяной воде. Среди старателей свирепствовали болезни, особенно цинга. На приисках люди теряли здоровье, многие отдавали жизни. Общие ноги сибирской лихорадки, развитие городов, прокладка дорог, ну, скажем, город Мариинск, возникает на месте поселка, где старатели покупали все необходимое, крупный город. Вообще всегда поиск золота приводит людей, люди нуждаются в продуктах, люди нуждаются в каких-то вещах, возникает инфраструктура. Всегда золотая лихорадка приводит к развитию территории. Так было в Америке, в Австралии, в Южной Африке, в России. Амурская область. Рудник Березитовый. Теперь добыча золота выглядит так. Гигантскую воронку видно даже из космоса. Этот рудник один из самых современных и эффективных в стране. Хотя сами запасы золота здесь далеко не рекордные, но новые технологии позволяют отыскать даже мельчайшие крупицы в тоннах породы. Здесь добывают 120 тысяч унций в год. Это 3,5 тонны золота. Добывают, чтобы переплавить в слитки и отправить в хранилище. После этого судьба золота будет зависеть от больших тайных игр сильных мира сего. 5 апреля 1933 года президент США Франклин Рузвельт издал указ 6102, который во многом изменил американскую и мировую историю. Согласно документу, все находящиеся на территории США физические и юридические лица, были обязаны в кратчайший срок обменять золото на бумажные деньги. Это было фактическое изъятие драгоценного металла у населения. Был издан Эгипт продать все свое личное золотое хозяйственное накопление до такого-то дня по 20 долларов за унцию, а с понедельника цена уже стала 30 долларов. то есть мгновенное обобрание населения для решения проблем дефицита федерального бюджета, для решения проблем вывода страны из депрессии. Выкупленное у рядовых американцев золото было переплавлено в слитки и помещено в специально построенное хранилище. США, Форт Нокс, самое охраняемое место в мире. Это настоящая военная база с танками и тяжелым вооружением. Неприступная крепость за высокой стеной. О системах охраны, установленных в форте, знают единицы. Общеизвестно только, что главная дверь в помещение способна выдержать любой взрыв и весит больше 20 тонн. Именно за этой дверью на неизвестной глубине под землей США и держат свой золотой запас. Впрочем, не только свой. По официальным данным, в форте Нокс хранится 4000 тонн золота из запасов ведущих мировых держав. Или, правильнее сказать, должны храниться. В качестве денег золото использовали еще в античных государствах. Это было очень удобно. Даже небольшой объем и вес драгоценного металла стоил дорого. Не нужно было носить с собой тяжелый кошель с серебром. Их заменяли одна-две золотые монеты. Но, с другой стороны, большое количество золота было тяжело перевозить и охранять. Решением стали бумажные деньги. Изначально система золотого стандарта говорила, что практически любую монету, любой рубль, доллар, нужно обеспечить в равной степени золотом. То есть, предположим, вот у меня есть одна единица любой валюты, я могу прийти в центробанк страны, которая эту валюту выпустила, и вот этот свой рубль, доллар, евро, что угодно, обменять на какой-то хоть и маленький, небольшой, но золотой слиток. Бумажные деньги решали все проблемы разом. Золото хранилось в одном месте и строго охранялось. Рассчитываясь друг с другом купюрами, люди передавали право собственности на определенное количество золота без передачи самого золота. Так было до середины 20 века. В конце концов, просто золота в мире не стало. Не оказалось столько золота, чтобы освещать весь объем валют всех стран мира, которые в этом золоте нуждались. Добытчики не успевали добывать такой объем золота. Вторая мировая война. Она не только привела к миллионным жертвам, но и к величайшему в истории перемещению объемов золота. Во время войны европейские страны потеряли или потратили на вооружение тысячи тонн своих золотых запасов. С другой стороны, США свой резерв увеличили в несколько раз и стали обладателями крупнейшего золотого ресурса в мире. Для Соединенных Штатов Вторая мировая война была спасением. Тот же самолет «Длис». Американцы отправили нам колоссальное количество продуктов питания, боевых самолетов, но за всю эту помощь, неоценимую помощь, Советский Союз платил чистым золотом. И в итоге, после войны, весь золотой запас Старого Света прикочевал в Америку. Июль 1944 года. Перелом в войне очевиден. А еще очевидно, что английский фунт Стерлинга больше не может оставаться резервной мировой валютой. Ведь золото Великобритании потрачено. Ведущие страны мира в местечке Бреттон-Вудс подписывают исторический договор. Отныне резервной мировой валютой становится доллар США. Так как именно в Америке теперь самый большой запас золота. И он гарантирует стабильность этой валюты. Но идиллия продлилась меньше 30 лет. Помните фильм такой, свадьба в Малиновке? Да бери ты, не жалко этих банкнот, и банкнот я себе еще нарисую. Вот примерно такая история эволюции доллара как резервной мировой валюты произошла. Соединенные Штаты Америки в 70-м году возглавляемые президентом Никсоном в 71-м году приняли односторонние разбойные решения. А мы теперь будем фантики печатать сколько хотим. На этом графике динамика роста цен на золото с начала 19-го века. Линия остававшаяся почти идеально ровной полтора столетия вдруг резко взлетает вверх. Это происходит в 1971-м году. Именно в тот момент, когда доллар перестает быть привязан к золоту. Правительство США получает возможность печатать столько денег, сколько захочет. Это поворотный момент в истории. Теперь деньги всего лишь бумажки, не подкрепленные золотом. Когда Америка стала все золото практически мира аккумулировать у себя и доллар стал как резервной валютой, очень быстро наступило буквально через 25-30 лет то время, когда уже нужно было печатать больше и больше долларов с огромной скоростью и опять же просто не хватило золота. И в итоге так получилось, что де-факто именно золотого стандарта в мире уже практически нет. В 1972 году в американской прессе стали появляться сообщения о том, что золото из главного хранилища в США могло быть вывезено или даже распродано. Американское правительство, чтобы успокоить общественность, решает пустить Форт Нокс журналистов. Дабы опровергнуть все слухи, им показывают слитки, но провести анализ качества желтого металла присутствующим специалистам запрещают. Двери хранилища закрывают и больше не откроют для прессы никогда. С 1972 года золотой запас США американцы не видели. Был прецедентный судебный случай в Америке. Там на претензию предъявите физические доказательства, что размещенные у вас наши родненькие золотые свитки и кирпичики существуют физически. В судебном иске было отказано и было признано, что для вас достаточно записей в бухгалтерских реестрах Федеральной резервной системы, Федерального казначейства, что они есть. Все, удовольствуйтесь. В октябре 2009 года разразился самый большой скандал в современной истории золота. Китай. Уже тогда эта страна активно скупала драгоценный металл по всему миру. Очередная партия была приобретена у США. Слитки привезли прямиком из форта Норс. Но китайцы, тем не менее, решили удостовериться в качестве покупки. И оказалось, что внутри этой самой золотой оболочки, она действительно была из чистого золота, оказался обычный металл вольфрам, который по плотности очень схож с золотом. Цена вольфрама в тысячу раз ниже, чем золото. Проще говоря, слитки из США с клеймом американского правительства оказались откровенной подделкой. История с продажей Китаю поддельных золотых слитков не единственная. Были в операциях подобные истории, когда засверливали слиток и вдруг обнаружили, что там подложная начинка. Начинается она, конечно, в тех темных подвалах Федеральной резервной системы и казначейства. Соединенных Штатов Америки, в которых то ли есть это золото, то ли нет его, то ли оно уже продано, то ли оно заложено, то ли оно уже разворовано. А через два года проблемы с благородным металлом из американских хранилищ возникли уже у президента Венесуэлы Уга Чавеса. Несколько месяцев он тщетно пытался вызволить из форта Нокс золото своей страны. В 2013 с подобной проблемой столкнулась и Германия. Потому что подделка не случайность. Потому что возвращение золотых запасов растягивается на годы. Никто вот не пускает сейчас политиков, аудиторов из западной Германии в подвалы, чтобы они хотя бы даже убедились, что их золотишек там лежит. Все вместе эти истории с Вольфрамом вместо благородного металла в Китае и невозвратом запасов другим странам неизбежно ставят вопрос, а осталось ли вообще золото в хранилищах форта Нокс? Сомневаются не только журналисты. Вернуть свое золото из Штатов в последние месяцы попросили Австрия и Нидерланды. Уже давно ходят упорные слухи по рынку, что все-таки настоящего золота в Америке крайне мало. Все знают, что Америка очень любит жить в долг, у нее очень большие долги, причем всемирные практически всем странам мира. И все то золото, что она хранит в других странах мира, она давно уже продала для того, чтобы хоть как-то частично этот долг покрыть. Субтитры создавал DimaTorzok В марте 2016 года власти Канады сделали сенсационное заявление. Страна, являющаяся одним из крупнейших производителей золота в мире, вдруг объявила, что распродала абсолютно весь свой золотой запас. В 1955 году у Канады было больше тысячи тонн золота. К 2000 году его стало в 20 раз меньше, всего 48 тонн. Сегодня у страны кленового листа, одной из самых больших и экономически развитых в мире, в хранилищах осталось 2 килограмма желтого металла. В мировом рейтинге запасов Канада теперь занимает последнее место, ощутимо отставая от Албании, Гаити и Папуа-Новой Гвинеи. Чисто экономическому смысле очень правильно сделали, потому что золото стоит дорого, на это можно хорошо заработать, поэтому нужно продавать сейчас, а не ждать, когда оно опять упадет в стоимости. Они продали, можно сказать, последнюю унцию, свой последний грамм этого золота. Для чего сделали? Просто, чтобы больше заработать. вслед за Канадой о распродаже своих золотых запасов заявили Турция, Колумбия, Сальвадор, Германия. Но в то же время Китай и Россия активно наращивают свои золотые запасы. Сколько золота реально хранится в закромах Поднебесной, не знает никто. Китайцы держат эту информацию в строжайшей тайне. Россия за последние два года приобрела золото больше, чем за предыдущие 15 лет вместе взятые. Но почему одни распродают, а другие в это же время покупают? Кто прав, а кто рискует оказаться банкротом? И стоит ли вкладывать собственные сбережения в золото? Впервые системно добывать золото начали на Ближнем Востоке еще 5000 лет назад. Древние египтяне верили в магическую силу благородного металла. Именно поэтому они так щедро снабжали им гробницы своих фараонов. Одни только маска и саркофаг Тутанхамона содержат больше 200 килограммов чистого золота. Неудивительно, что гробницы фараонов были столь желанной находкой для искателей сокровищ. Гробницы фараонов начали грабить сразу после того, что фараонов похоронили. То есть те же египтяне в древности уже вскрывали гробницы. Потом грабили англичане, которые захватили арабские страны. В общем, грабили арабы, хотя в меньшей степени. Обнаружение двух ранее неизвестных помещений в пирамиде Тутанхамона возможно принесет миру ченности. Если, как предполагают ученые, за стенами скрыта гробница Нефертити, то речь может идти еще и о величайшем золотом сокровище 21 века. Египтяне искренне верили, что все то, что они похоронили вместе с телом фараона, он всем этим будет пользоваться в загробном мире. Отсюда и те роскошные захоронения, роскошные вещи, которые находили потом археологи, благодаря которым у нас прекрасное представление о культуре этого древнего государства. В России золотоискателям долго не везло. Золото безуспешно искали и царь Иван Грозный, и первые Романовы. Реально добывать благородный металл стали только при Петре Первом. Но объемы были мизерные. Вплоть до 19 века никто и предположить не мог, сколько золота у россиян под ногами. Малоприметное здание на улице Правды в Москве. Рядом ни автоматчиков, ни тяжелой бронетехники, только множество камер наблюдения. Но именно это место является российским фортом Нокс, главным хранилищем золотовалютных запасов страны. На сегодня золотые закрома России составляют около 1300 тонн. Для сравнения, в начале 2000-х было всего 300 тонн. И Китай, и Россия, и Казахстан пытаются поддержать свои валюты тем, что докупают золото. Россия скупила порядка 50 тысяч тонн. Это поддержало нашу валюту. Филиппины. 11-летний Джошуа каждый день вместо школы помогает своему отцу спускаться в эту сырую нору. В поиске золота для его семьи вопрос выживания. На Филиппинах добыть желтый металл сложнее, чем где-либо еще в мире. Здесь за ним не спускаются в шахты, а ныряют под воду. Каждый день погибает кто-то из старателей нелегалов. Когда-то таким ныряльщиком был и один из величайших аферистов в истории золота. Тот, кто так устал сам, рискуя жизнью, искать презренный металл, что решил его просто выдумать. Это был риск, но он был готов рисковать. Из золота у этого человека было только обручальное кольцо, но с его помощью он готовился заработать миллионы. Нужно было только добавить частицы желтого металла в пробы грунта и отправить на другую часть света. Это обручальное кольцо положило начало настоящей афере века в золотой индустрии. Майкл де Гузман скромный филиппинский геолог, который работал в Индонезии. С работой ему не везло. Поиски источников золота в джунглях раз за разом заканчивались ничем. И тогда он решился на отчаянный шаг. Вместе с еще одним геологом Джоном Фелдерхофом де Гузман убеждает владельца маленькой почти обанкротившейся канадской фирмы Бри-Икс, что нашел в джунглях Индонезии настоящую золотую жилу. Нужно немедленно выкупить этот участок земли и начать добычу драгоценного металла. Взамен за информацию геолог просит всего лишь акции компании. Канадский бизнесмен в историю верит. Компаньоны бьют по рукам. Технически это было все обустроено профессионально. Он сам геолог. Соучастники хорошо знали всю процедуру. Но чтобы убедиться, что золото в джунглях действительно есть, бизнесмен заказывает анализ грунта. Именно тогда в пробы де Гузман и добавляет частицы драгоценного металла со своего обручального кольца. Лабораторный анализ подтверждает, золото в пробах есть. И его много. По примерным подсчетам на 70 миллиардов долларов. Акции компании БРИКС мгновенно взлетают ввысь. В джунгли отправляется техника и специалисты. После этого произошла эмиссия акций. Резкий рост котировок сейчас называется применение политтехнологий. Когда был сделан пиар, когда вот как под зеку Лондону у всех слюни потекли, капитализация вылезла на финансовых рынках до миллиардной стоимости этого жульства. В итоге они, Гусман и партнеры, таки получили несколько сотен миллионов долларов совершенно реального дохода. Четыре года Майкл Де Гузман водил за нас весь мир. За это время золото в джунглях естественно так и не нашли. Но сам великий комбинатор успел продать свои купленные за бесценок акции компании Бриикс за 100 миллионов долларов. Так предприимчивый филипинец, искавший в детстве золото в сырых ямах, нашел его в карманах доверчивых коммерсантов. Это абсолютное жульничество, которое ну вряд ли можно повторить, но оно забавно, интересно, наглостью, успешностью. и вот это субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok и откровенном обмане. На рынке золота была установлена очень смешная ситуация. Три человека два раза в день в Лондоне по телефону определяли стоимость золота. Все. Вот как они по телефону договорились, такая цена и была. Поэтому все колебания цен на золото вызваны не увеличением спроса предложения, а договоренности иметь у трех человек, за которыми, как мы понимаем, стоят мировые и могущественные силы, заинтересованы либо в падении цены на золото, либо в ее увеличении. Так что цена на золото была самым манипулируемым ресурсом нашей планеты. Вложение денег в драгоценный металл, вопреки распространенному мнению, тоже не гарантирует защиты от обмана. Если правительство США официально продает Китаю поддельные слитки из вольфрама под видом золота, то что мешает банкам продавать подделки своим клиентам? Юрий Матросов, бизнесмен из Москвы. Мы уже рассказывали, что покупка золотого слитка в крупнейшем банке России вышла совсем не такой, как ему представлялось. Спустя несколько месяцев после приобретения драгоценного металла, Юрий заметил на нем следы ржавчины. Они сделали из золота 999-й проб, абсолютно верно. Это золото нужно закапать в землю, оно будет сохранять свои качества и свойства, и при этом не ржаветь, и не менять цвет. При этом на этом золоте не образовывается ничего, не должно быть. чтобы понять, что произошло со слитком и не является ли он подделкой, была проведена независимая экспертиза. Когда покупатель собирается приобретать золотой слиток в банке, понятно, что есть определенные критерии. Итак, вот результаты проверки. Выводы экспертов однозначны. Золотой слиток Юрия, купленный официально в одном из крупнейших банков страны, отлит с грубейшими нарушениями технологии. Эксперты сказали, что это дефект формы, пресс-форма был, то есть то, что ржавчина – это металл, который попал в процессе литья. Вот такой слиток, естественно, стоит дешевле уже. Вот, и получается, что вместо того, чтобы сохранить деньги и увеличить капитал, я, наоборот, потерял эти деньги. За качеством продаваемого в России золота следит пробирная палата. Именно ее сотрудники по запросу проверяют, соответствует ли желтый металл указанной пробе. Проходя процедуру опробования, мы потребителю в дальнейшем при помощи клейма подтверждаем, что в данном конкретном изделии содержится только то золото, что он покупает не, грубо говоря, полированную медь, или не изделие, где содержится 10% золота, остальное лигатура и какие-то добавки, а именно покупает золотое изделие с таким содержанием драгоценного металла. То есть, в какой-то части, да, это гарантия качества, ну, по качеству металла именно конкретного потребителя. Этот рынок в Махачкале знают все торговцы поддельным золотом в России. Здесь по самым демократичным ценам можно купить любое золотое изделие. Правда, без пробы. За пробу нужно доплатить. И ее поставят здесь же, под прилавком. Причем, любую. Например, для механического способа для изготовления подделки просто-напросто делается, ну, как печать, которая ставится на документы. Здесь делается такой же металлический штамп. С такими рынками и огромными объемами подделок и борются сотрудники пробирной палаты. Но наткнуться на фальшивое золото по-прежнему можно в любом российском городе. То есть, грубо говоря, вы покупаете изделие, вам говорят, что 585-я проба, на самом деле там, ну, дай бог, 30% там золота. Но на глаз это очень сложно распознать, я вам честно скажу. Ну, первое, что необходимо, на что необходимо обращать внимание, это наличие пробирного клейма на самом изделии. То есть, если нет пробирного клейма, это первый должен быть звонок, да, что изделия странные. Впрочем, ситуация стеневой торговли золотом характерна не только для России. Дубай. Город миллионеров, выросший посреди пустыни. Сюда едут туристы со всего мира и не только ради солнца и шикарных отелей. Еще ради золота. На Ближнем Востоке в какой-то момент наплыв туристов показал, что доходность на фальшивых изделиях достаточно высока. Последствий не наступает. Ну, турист отдыхающий купил, уехал и до свидания. На самолетах местных авиакомпаний зачастую не хватает мест. Все билеты раскупают охотники за дешевым дубайским золотом. У местных шейхов мода на золотые автомобили. 20% мировых сделок с купли-продажи этого металла совершаются именно здесь. Актриса и модель Алла Лагутина приезжала сюда за покупками раз в несколько месяцев. Говорит, выгода очевидна. Дело в том, что 20% мирового объема по продаже и купле золота находится в Дубае. И именно поэтому стоит поехать именно туда. И плюс ко всему в Дубае нет налога на приобретение, на реализацию золота. И это очень снижает стоимость золота. Но местные торговцы на крупнейшем рынке Golden Suk мало отличаются от своих коллег с золотого рынка в Дагестане. Они тоже готовы выдать за золото все, что блестит. Алла Лагутина убедилась в этом на собственном опыте. Однажды я вот поехала на Golden Suk и там приобрела кольцо. И после этого я приехала в Россию, привезла его в Россию, золото начало очень быстро темнеть и потеряла свой товарный вид. И мой ювелир, посмотрев это кольцо, сказал, что оно из очень-очень дешевого турецкого золота, очень некачественное. В 2014 году в Дубае разразился громкий скандал. Тогда стало понятно, ради золотых прибылей ни перед чем не остановятся не только скромные торговцы на рынке, но и могущественные воротилы этого бизнеса. 300 тонн золота столько в год проходит через дубайскую компанию Калати Групп. Закупая золотые слитки по всему миру, компания затем очищает его от примесей и распродает изготовителям ювелирных изделий. Во время обычной аудиторской проверки запасников Калати Групп, эксперты обратили внимание на несколько серебряных слитков. Но откуда им было взяться в хранилище для золота? Оказалось, слитки и были золотыми, просто замаскированными под серебро. Но зачем крупнейшей компании выдавать один металл за другой? Оказалось, что дубайская компания закупала контрабандное золото из Марокко. Вывозить желтый металл из этой страны официально запрещено, поэтому дельцы маскировали его под серебро. Позже выяснилось, дубайским коммерсантам было вообще все равно, где и какое золото покупать. Инспекторы узнали, что в Дубае принимают и кровавое золото у вооруженных группировок из Конга, где уже 20 лет продолжается гражданская война. Иначе говоря, крупнейшая компания в Дубае фактически оплачивала гражданскую войну в африканской стране. Поток туристов в Дубай после истории Скалоти Групп нисколько не ослабел. Людей вообще ничто не способно отпугнуть от покупки золота. Ведь тысячелетиями мы верили. Оно вечно. А вложения в этот металл самые надежные. Но так ли это сейчас? Золотые времена прошли, уверяет часть экономистов. Сейчас золотой запас для государства мертвый груз, пережиток прошлого. Слитки сложно хранить, сложно конвертировать во что-то осязаемое. Кроме того, в эпоху, когда цены постоянно меняются, государство рискует стать заложником поставщиков золота, их желаний и потребностей. Именно поэтому, пока цены были на пике, Канада, Турция и другие страны свой запас продали и выручили максимум живых денег, которые теперь, в отличие от золотых слитков, можно вкладывать во что угодно. Канада продав свои пару десятков тонн золота, смогла на этом хорошо заработать, дополнительные деньги привлечь к себе в бюджет, это факт. Поэтому я думаю, что они просто рассудили, как, говорят, экономисты, как трейдеры. То есть, когда дешево нужно покупать, когда дорого нужно продавать. Но часть экономистов уверена, эпоха, когда деньги, по сути, не подкреплены золотым запасом, долго продолжаться не может. Один из американских политиков когда-то сказал в отношении денег очень меткое выражение. Деньги это отчеканенная свобода. Вот золото это такая же, только не отчеканенная, а слитковая свобода для государства. Любое здравомыслящее правительство, любого суверенного государства будет собирать золотой запас. В будущем вновь сильнее окажется та страна и та валюта, за которыми будет многотонная золотая поддержка. Именно поэтому Россия и Китай активно покупают желтый металл, а европейские страны возвращают свои запасы из хранилищ в США. Почему сейчас из Америки золото начинают изымать? Потому что не исключено, что в некоторой перспективе доллар схлопнется, как пирамида мавроди. А вот золотые запасы государств будут служить обеспечением собственных валют и региональных валют. Золото по прогнозам вернет себе функцию гарантий основы для нового построения мировой валютной системы. Но что если времена золотого стандарта, когда этот драгоценный металл был главной ценностью на земле все-таки подходит к концу? Может ли золото обесцениться в 21 веке? Если да, то желтый металл в очередной раз изменит весь мир. Смотрите в следующей серии. Золото из пробирки. Смогут ли современные алхимики решить главную головоломку тысячелетия? пропавшие миллиарды. Куда исчезла половина золота мира? И можно ли найти клады Колчака, Гитлера и Конкистадора? Между жизнью и смертью. Почему золото в прямом смысле убивает? И может ли оно победить старость и рак? Бесценный мусор. Как золото оказывается на помойке? И не грозит ли ему свалка истории? Тысячи лет над этой загадкой бились лучшие умы планеты. Но всех ждал неминуемый крат. Тем не менее, число желающих найти решение этой задачи никогда не уменьшалось. Золото. Можно ли научиться его производить? Ни одного алхимика, кому бы это удалось, история не знает. Возможно, пока. Золото пробовали получать с древнейших времен. Первые алхимики известны еще в Месопотамии, в Египте, в Греции. К решению загадки этого металла не приблизили ученых даже суперсовременные технологии. Искусственно создать атом золота пытались и в СССР, и на Западе. Тщетно. Однако в конце 2015 года научный мир потрясла новость из Израиля. Возможно, в деле синтезирования искусственного золота наконец сделан прорыв. После ряда экспериментов удалось воссоздать в лабораторных условиях самородное чистое золото. Впервые в истории ученые из Израильского университета Технеон смогли создать кристалл из нескольких атомов золота. Фактически они вырастили драгоценный металл в пробирке, пускай и в микроскопических количествах. Но это открытие может стать началом новой главы в истории человечества. Можем ли мы стоять на пороге новой эпохи? Эпохи, когда золото потеряет свою власть над людьми. Или наоборот, мы станем зависеть от него даже больше, чем все прежние поколения. Золотые руки. Как добыть драгоценный металл в домашних условиях? Сегодня я покажу, как можно извлечь золото из этих старых микроплат. Золотая жила. Кто поднимет презренный металл со дна морского? В морских водах количество золота растворенного достаточно много. Клад века. Тайна золота Колчака будет раскрыта. Один из потолков обратился к нам. Картун нас. Черная сила золота. Злопамятный металл убивает. Золото берет на себя энергию человека. Золото лечит. Благородный металл поможет победить страшную болезнь. Наночастицы золота изучают сейчас для диагностики рака. Золото бьет рекорды покупать или продавать. Пока во всем мире сохраняется нестабильная экономическая ситуация, золото будет по стоимости расти. В чем главная ценность золота? Ответ не так очевиден, как может показаться. Да, это красивый металл. Он легко поддается обработке и почти вечен. Но главное, его очень мало. Поэтому алхимики и пытались веками делать золото из других металлов. По сути, золото можно получить из чего угодно. Но вопрос затрат. Сейчас золото получить мы можем, но оно будет нерентабельно. Гораздо выгоднее по-прежнему золото добывать в земле. Превращение свинца в золото любимый веками проверенный трюк алхимиков. Удивительно, но даже сейчас находятся не только желающие его повторить, но и желающие в него поверить. Как получить из обычного свинца золото? Самое настоящее золото? Вот я себе здесь немножко заготовил. Волшебство вершится прямо на глазах изумленных зрителей в интернете. Из свинца под действием высокой температуры получается нечто напоминающее золото. очищаем окалину. О, у нас здесь золото. Но объяснение подобных опытов давно известно. Это было какое-то соединение, какой-то окисел, какое-то сернистое соединение, но никак не золото. С помощью химических реакций получить золото из других элементов невозможно. и это было доказано еще в 18 веке. На самом деле золото остается редчайшим металлом. За всю историю человечества по последним оценкам его добыто 170 тысяч тонн. Это меньше, чем вы думаете. Уоррен Баффетт, один из богатейших людей планеты, как-то подсчитал. Если все добытое золото переплавить в куб, то его стороны не будут превышать 20 метров. И он с легкостью поместится их размеров дом или, например, свободно расположиться на теннисном корте. И это все золото мира. Но с официальными цифрами согласны не все. Некоторые ученые уверены, золото в мире на самом деле в 10 раз больше, чем мы привыкли считать. Где же тогда эти неучтенные сотни тысяч тонн желтого металла? И если золото станет гораздо больше, как это скажется на его цене? Колумбия. Страна, где золото веками добывают высоко в горах. Но самое большое сокровище нашли на дне океана. В декабре 2015 года власти Колумбии объявили о раскрытии тайны, которая не давала покоя искателям сокровищ на протяжении нескольких столетий. Испанский галлеон Сан-Хосе груженый золотом серебром и драгоценными камнями для короля Филиппа V отплыл из порта Картахена в 1708 году. Но до берегов Испании добраться ему было не суждено. После неудачного боя с кораблями британского флота галлеон пошел ко дну вместе с экипажем и всем своим бесценным грузом. Испанский галлеон судно довольно утлое большое это грузовое судно неповоротливое и иногда без всяких пиратов эти галлеоны шли на дно. Иногда нагружали столько золота что малейшая волна топила этот корабль. Галлеон Сан-Хосе просто самая известная находка. Таких галлеонов огромное количество лежит на дне Карибского моря Атлантического океана. Закладом с затонувшего корабля охотились одиночки любители и профессионалы с самым современным оборудованием. В конце концов повезло именно последним. С помощью специальных радаров на глубине более 300 метров исследователи нашли то что так долго искали. Самое большое сокровище в истории человечества. До 5 миллиардов доходит каждое последующее выступление говорят свою цифру. Пока не достали и не предъявили хотя бы один слиток ни о чем говорить сейчас. Да это многие миллионы долларов. Теперь главный вопрос кому достанется это богатство? За содержимое трюмов Сан-Хосе в судах готовы биться Колумбия Испания и американская компания непосредственно выполнявшая работы по поиску корабля. Наверняка найдутся и еще желающие. Между тем подъем груза со дна может занять несколько лет. Бойня за такой груз будет очень большая. Все заинтересованные страны будут и где награбили и кто вез и кто нашел все в этот клубочек переплетутся. За такие деньги здесь будет такое сражение нехилое. Сейчас нельзя предугадывать кому что достанется. По официальным подсчетам ООН на дне океана покоятся останки почти трех миллионов кораблей. Тысячи из них перевозили золото. Есть целая группа людей которые постоянно ныряют и даже используют подводные лодки батискафы для поиска утонувших галеонов. Потому что на галеоне лежали тонны золота. И когда вы поднимаете тонны золота конечно вы платите налогу государству но вы становитесь миллионером. Сколько же всего пропавшего золота в мире исследователи полагают возможно утеряно или спрятано драгоценного металла больше чем сейчас хранится во всем мире. Причем океан не только скрывает несметные богатства. По сути сама морская вода это неиссякаемый источник золота. 4 октября 2010 года в Германии случилось историческое событие. Страна наконец расплатилась со своими долгами за Первую мировую войну. С момента подписания мирного договора прошел 91 год. Согласно Версальскому договору от 1919 года на Германию были наложены репарации в размере 269 миллиардов золотых марок. Это эквивалент примерно 100 тысяч тонн золота. По нынешней цене около 4 триллионов долларов. Нужно было делать все возможное чтобы остановить развитие экономики Германии. Вот для этого такие контрибуции немцам деньги взять было неотканно. Немцам запретили держать армию строить флот немцам запретили делать все. И в итоге немцы не могли выплатить деньги. Спасти ситуацию и за несколько лет расплатиться со всеми долгами тогда предложил известный немецкий химик лауреат нобелев премии фриц фриц габбер астрономические суммы он обещал заработать на морской воде но как еще в начале 20 века ученые выяснили морская вода содержит золото причем высоких концентраций габбер был уверен что сможет извлечь спасительный для его родины металл если и не из воздуха то уж из воды точно эксперименты были успешными и удалось добыть из тонны морской воды один миллиграмм золота на извлечение золота из воды габбер потратил несколько лет и сделал открытие которое правда перечеркнуло всю его работу концентрация ценного металла оказалась гораздо ниже чем предполагали ученые операция по спасению Германии от финансового краха провалилась но идея добычи золота в океане жива до сих пор в морских водах количество золота растворенного достаточно много его также достаточно большое количество в донных вылистых отложениях потому что это тот материал который опять же с помощью рек был перенесен на дно океанов здесь вопрос должен звучать именно в рентабельности рентабельна это добыча или нет по примерным оценкам воды океана могут скрывать до 20 миллионов тонн золота но технология его добычи до сих пор настолько сложна что каждый выделенный грамм желтого металла оказывается существенно дороже чем золото добытое обычным способом максимальная по-моему добыча золота из морской воды в том числе из илистых отложений она составила 4,5 грамма на тонну то есть это просто пока еще экономически невыгодно а так да там достаточно большое количество золота мечтая о злате морском люди продолжают совершенствовать технику которая помогает добывать золото на земле Амурская область Прииск Соловьевский один из крупнейших золотых рудников в России это строящаяся четырехэтажное здание на самом деле сложнейшая подвижная машина по добыче золотой руды для ее перевозки на новое место требуется 100 железнодорожных вагонов ведь вес всего оборудования составляет почти полторы тысячи тонн одна такая машина заменяет 12 тысяч старателей с лотками а управляет ей всего 9 человек новые технологии в золотоискательстве поражают воображение но возможно это только начало уже испытывается способ добычи золота вообще без участия человека его должны заменить плесневые грибки оказывается некоторые виды микроорганизмов способны улавливать золото из растворов например из той же морской воды частицы золота выступают на поверхности грибов в виде пленки которую можно отделить но человек вряд ли сам откажется от поисков благородного металла людей во все времена манили клады и истории о пропавшем золоте в 21 веке еще есть где и что искать летом 2014 года в кладоискательскую контору Владимира Порываева вошел незнакомец он вел себя странно и явно хотел что-то сказать но не решался набравшись смелости мужчина подошел к Порываеву и развернул перед ним карту в историю которую рассказал незнакомец Владимир сначала не поверил этот человек уверял карта подлинная и на ней точно указано место где спрятан один из главных кладов в истории России золото колчака обратился потомок одного из офицеров Красной Армии который я не знаю каким образом это произошло он спас одного казака и этот казак он сказал я больше не попаду в Россию я уже стар спасибо тебе за то что ты спас меня мою семью я принимал участие сокрытие золота колчака вот тебе схемка вот большое тебе спасибо прощай вернулся этот красный командир Советский Союз и потом своим потомкам эту карту передал один из потомков обратился к нам карта у нас одной из тайн оставшихся после крушения Российской империи считается исчезновение золотого запаса 1600 тонн благородного металла с началом первой мировой войны император Николай II приказал надежно укрыть золото и отправил его вглубь страны до гражданской войны оно хранилось в Казани а 18 ноября 1918 года золотой запас захватил адмирал Колчак часть денег он потратил на покупку оружия но треть золота бесследно исчезла есть легенда что верховный правитель России Колчак вывел все российское золото поездом вез его в Сибирь и в Омске где была столица Колчака был золотой запас а потом он пропал говорят сподвижники Колчака атаман Семенов Манбакич барон Унгерн фон Штернберг это золото вывезли спрятали где-то в Алтайских горах либо где-то даже в Монголии кладоискатели уже давно ищут золото Колчака по слухам дайверы даже находили отдельные слитки с императорским клеймом на дне Байкала в Сибирь вела Владимира Порываева и карта таинственного незнакомца ученые до сих пор спорят существует ли вообще золото Колчака или от золотого запаса Российской империи давно ничего не осталось на мой взгляд это миф если вы побываете в Сибири в Саянах на Алтае в Бурятии люди вам непременно расскажут да вот прадед говорил видел он как ящики тащили вон на ту гору там все золото Российской империи скорее всего это миф тем не менее кладоискатель готовится к экспедиции он верит что главный клад в истории России вполне реально найти и убежден в подлинности карты которую ему передал незнакомец если Владимир Порываев окажется прав то Россия сможет вернуть в свои хранилища золото которое ей принадлежит по праву это реально совершенно один из проектов кладоискательской конторы который мы обезумно сильно заводим в ближайшие несколько лет история исчезновения царского золота в годы Первой мировой это не только история золота Колчака более 400 тонн желтого металла Николай Второй распорядился отправить на хранение в банки в Великобритании еще около 100 тонн царского золота были перехвачены Японией во время его перевозки в США возвращение слитков в Россию так и не случилось даже 100 лет спустя но главное царское золото оставило за собой кровавый след царская семья полностью истреблена это было сделано не только для того чтобы исключить возможность восстановления монархии но и для того чтобы исключить возможность предъявления претензий со стороны законных наследников российского золота в гражданской войне было много лидеров в Белой армии кто из них оказался в руках красных кто был судим и уничтожен Колчак его убили именно за то что он один распоряжался золотом войны и революции вообще привели к самым массовым перемещениям золотых запасов в истории а военные кампании 20 века породили столько связанных с золотом тайны легенд что они актуальны до сих пор тысячелетиями люди считали что желтый металл обладает черной силой его часто называют памятливым способным накапливать и передавать негативные эмоции к золоту буквально липнут зависть и алчность именно поэтому не рекомендуют покупать украшения которые уже кто-то долго носил экстрасенсы и шаманы даже рекомендуют проводить энергетическую чистку злопамятного металла золото берет на себя энергию человека и день от дня человек начинает чахнуть в антигварных магазинах очень много есть хороших драгоценностей были такие случаи что комплект с бриллиантами с афиром он продавался и опять возвращался на продажу потому что тот кто покупал они или разорялись или убивали мы не знаем изначальную историю этого комплекта у кого у какого хозяина был этот комплект что это за тяжелый человек что за тяжелая жизнь золото убивает в это верят те кто напиляет желтый металл тайной черной силой но в средние века оно убивало буквально 1064 градуса Цельсия именно при такой температуре плавится золото пытки и казни расплавленным металлом были в ходу у индейцев которые таким образом утоляли жажду золота у конкистадоров в средневековой Европе расплавленный металл заливали в горло осужденным фальшивомонетчиком известно что парфяне казнили римского полководца Краса одного из самых богатых людей своего времени заставив его выпить золотой напиток величайшие войны и массовые убийства тоже вершились пусть и не непосредственно но с помощью золота или ради него изъято в пользу Германии 1939 год Адольф Гитлер начинает войну не только за территорию но и за благородный металл специальный отряд немецкой армии занимается поиском и захватом золотых запасов покоренных стран в Австрии и Чехословакии все проходит точно по плану золото взято под контроль вермахтом и изъято в пользу Германии но уже в Польше начинаются проблемы там все очень понятно было куда все идет и были предприняты меры совершенно вот насколько я знаю с двух сторон что-то было спрятано что-то было передано на хранение вот таким образом все это было спрятано на польское золото власти Польши успевают вывести из хранилищ свои золотые запасы все 75 тонн то что было дальше стало одной из величайших и не заслужено забытых операций Второй мировой польское золото тайно вывозят во Францию но не напрямую на запад а через Румынию Грецию и Турцию сделав крюк в тысячи километров ценный груз благополучно прибыл в Париж но в безопасности он оказался ненадолго В июне 1940 года Германия оккупировала Францию вооруженные люди врываются в это здание Центрального банка в Париже они открывают двери в хранилище но золото уже исчезло оказалось что французы к визиту подготовились золото было заранее вывезено и спрятано в 50 отдельных хранилищах в разных частях Франции но теперь предстояла новая задача доставить секретный груз в портовые города и переправить за океан эта операция обернулась величайшей финансовой победой второй мировой и возможно изменила сам ход войны портовые городки на западе Франции теперь здесь пришвартованы дорогие яхты и туристические теплоходы летом 1940 года здесь стоял весь французский военный флот которому предстояло провернуть величайшую спасательную операцию в истории за одни сутки было вывезено больше драгоценного металла чем перевозили все корабли испанской армады вместе взятые золото Франции и Польши уплыло в США и Канаду и главное уплыло из рук Гитлера все золото которое получал Третий Рейх шло на создание военной машины золото Гитлеру было необходимо но если не говорить о мистической настроенности Гитлера который считал это золото особым металлом который принял ему власть, могущество в золото он вкладывал некий мистический смысл но для экономики страны ведущей войну золото жизнь необходима но история Второй мировой знает и прямо противоположные случаи когда люди не прятали а массово добровольно сдавали золото на благо воюющего государства Санкции сейчас это слово знакомо всем между тем это отнюдь не современное изобретение в 1935 году Лига наций ввела санкции против Италии в ответ в ответ на ее нападение на Эфиопию был запрещен весь импорт из Италии и экспорт стратегических товаров страна оказалась на грани финансового краха но эффект от санкций оказался прямо противоположным ожидаемым в Италии начался подъем патриотических настроений и всплеск поддержки фашистского режима его кульминацией стала компания золото для родины на площадях Рима и других крупных городов были организованы пункты приема золота люди массово сдавали свои обручальные кольца получая взамен железные все семейные драгоценности сдал даже сам Муссолини а писатель Луи Джо Перанделло пожертвовал свою нобелевскую медаль всего же было собрано больше 30 тонн благородного металла правда большая его часть позже бесследно исчезнет как и другое золото Гитлера и его союзника весной 1975 года в Мадриде за столиком ресторана встретились два человека один из них искал этой встречи почти 30 лет другой все эти годы скрывался место и сама ситуация очень напоминали знаменитую сцену в ресторане из фильма о Штирлице это было тем более удивительно что одним из мужчин был писатель Юлиан Семенов автор 17 мгновений весны его собеседник бывший глава спецназа ССС Отто Скорцени человек который возможно выполнял одно из сверхсекретных поручений Гитлера прятал золото нацистов в конце Второй мировой войны из интервью Юлиана Семенова с Отто Скорцени Семенов я видел в Перу слиток золота со свастикой там было выбито Рейхсбанк до сих пор эти слитки хранятся в банке Гондураса Скорцени ничего удивительного Рейхсминистр финансов Функ в конце апреля 45-го предлагал уходить вместе с ним мне некуда девать золото Отто говорил он сам Скорцени был причастен к созданию золотых тайников в Альпо некоторые из них он указал во время допросов после войны но большая часть золота Рейха исчезла точное количество пропавшего благородного металла неизвестно ясно только что это сотни тонн тайну исчезнувшего золота Скорцени был готов раскрыть Семенову во время их следующей встречи но через несколько месяцев после того интервью в ресторане Отто Скорцени скорпостижно скончался тайна золота умерла вместе с ним или казалось что умерла очень много предположений я совершенно точно знаю то что не было единого золота третьего рейха потому что оно было и на каких-то там подлодках его вывозили в Латинскую Америку и совершенно точно как в каких-то там соляных или других там шахтах выработках прятали оно еще себя проявит оно будет найдено но в августе 2015 прогремела сенсационная новость после стольких лет бесплодных поисков на тайну исчезнувшего золота рейха наконец может пролиться свет Польша двое следователей Петр Коппер и Андриас Рихтер через своего адвоката делают шокирующее заявление они нашли сокровище третьего рейха под землей в одном из тоннелей находится бронированный золотой пояс нацистов легенда о котором уже 70 лет рассказывают местные жители конечно в начале я скептически отнесся к заявлению моих клиентов ведь этот поезд ищут уже много лет все кому не лень и безрезультатно но эти люди предъявили неопровержимые доказательства так что все мои сомнения развеялись моментально теперь я точно знаю поезд найден состав в котором Германия перевозила тонны золота и тысячи произведений искусства исчез в этих краях в феврале 1945 года точно известно что он вышел из соседнего города в Роцну но на конечную станцию так и не прибыл когда мы достанем этот поезд то вы сами увидите это только вершина айсберга а на самом деле это все гораздо глубже и больше наверняка можно будет найти больше туннелей а потом может быть и больше поездов целые подземные станции может быть найдем но так просто достать поезд власти не позволили в начале марта этого года люди с лопатами и лозунгами устроили акцию протеста у здания мэрии города Валбжих они требовали немедленно приступить к раскопкам золотого поезда но работы похоже никто не торопится начинать я не знаю почему власти не заинтересовались но многие нам звонят и говорят что этот поезд никогда не должен был быть обнаружен что так было велено и чем больше я этим занимаюсь тем больше понимаю что и правда так было задумано чтобы он никогда не выехал на поверхность когда им еще уже то есть радио историю с золотым поездом так быстро поспешили назвать выдумкой что у кладоискателей возникло еще больше подозрений если это миф тогда почему туннели где якобы спрятан состав сделали запретной зоной почему никого не пускают убедиться в том что поезда нет все это очень похоже на то что властям Польши все-таки есть что скрывать существует ли золотой поезд в туннелях под польским городком непонятно до сих пор но очевидно другое торговцы благородным металлом крупнейшие мировые компании и даже правительство многих стран совсем не заинтересованы в том чтобы пропавшее золото кто-то находил и на то у них есть самые веские причины цены на золото в мире бьют все рекорды за первые три месяца 2016 года желтый металл подорожал сразу на 16 процентов для ясности так сильно за такой короткий промежуток времени цена на золото не поднималась на протяжении 30 лет и это только начало говорят эксперты пока во всем мире сохраняется нестабильная экономическая ситуация золото будет в стоимости расти то есть примерно до конца 2016 года пусть уже не такой быстрый и буйный рост который золото показывало за прошедшие полгода но все-таки он будет каждый год золото добывают все больше однако спрос на него растет еще быстрее но что будет если в один момент благородного металла в мире окажется слишком много в 1324 году Манса Муса богатейший человек в истории и верховный правитель африканской империи Мали совершил паломничество в Мекку Мусу сопровождали до 60 тысяч человек которые везли несколько тонн золота правитель щедро раздавал его беднякам на всем пути до Мекки результат подобной щедрости оказался катастрофическим большой приток золота так сильно обесценил его что процветающая экономика всего региона Северной Африки и Ближнего Востока погрязло в кризисе на целых 10 лет может ли эта история повториться ведь современные технологии способны сделать золото гораздо более доступным чем ранее что если люди одновременно поднимут тонны золота со дна океана найдут крупнейшие клады и научатся добывать благородный металл там где прежде это было невозможно что станет с его ценой и для чего его можно будет использовать когда мы победим в мировом масштабе мы думается мне сделаем из золота общественные отхожие места на улицах нескольких самых больших городов мира эта цитата Владимира Ленина сейчас звучит как шутка золотыми унитазами у мировой революции не очень получилось но как принято было говорить на местах идеи Ильича получили воплощение и даже развитие по слухам в московской квартире певицы Алсу золотой унитаз установлен несколько лет назад такой подарок артистке якобы преподнес папа столь же шикарный предмет сантехники был обнаружен в доме бывшего президента Украины Виктора Януковича это отнюдь не самые странные примеры золотых излишеств ведь еще золото едят и пьют рецепт десертов розен хот чоколад за 25 тысяч долларов от кондитера одного из модных ресторанов Манхэттена взять какао бобы из разных стран всего 14 сортов добавить взбитые сливки шоколадные трюфели и золото по вкусу в оригинале автор рецепта добавляет 5 граммов 23-каратного золота на порцию есть только ложечкой с бриллиантовой инкрустация ее кстати после трапезы можно забрать с собой роскошь которой позавидовали бы даже древние инки у правителя все было золото оружие золотое инструменты золотые палка копалка золотая все было золотое и огромные золотые диски в мочках ушей они свисали на плечи чем больше диски тем выше статус инки сапа инка носил самые высокие самые большие диски даже сейчас когда золото стоит больше тысячи долларов за унцию из него делают сантехнику им покрывают автомобили и даже самолеты как пожелал сделать один из арабских шейхов а еще хлопья золота французы придумали добавлять в водку на качестве напитка это не сказывается только на цене что же будет если золото вдруг подешевеет это всего лишь будет кусок стали или будет просто кусок золота который будет лежать на улице металла станет очень много цена будет на него практически стремится к нулю то есть за бесплатно это будет просто кусок обычного металла но золото это не только и не столько металл богато ученые верят что оно может спасать жизни а некоторые религии что еще и душу индиа страна где золото это почти государственная религия экономисты подсчитали в хранилищах индийского правительства находится 360 тонн желтого металла в то время как частные запасы индусов в общей сложности переваливают за 15 тысяч тонн то есть на руках у граждан страны золото в 50 раз больше чем у государства десятая часть мирового запаса золота находится на руках у индийских домохозяев индусы издревле ценили золото издревле это был священный металл как известно из Индии пришел еще один народ который очень любит золото это цыгане поэтому если говорить о современной Индии то потомки древних индусов цыгане пожалуй народ который любит золото больше всех на свете говорят что золото которое попало в Индию страну уже не покинет никогда индусы верят что это металл полувогов и монархов семьи его передают из поколения в поколение считается что золото не только притягивает положительную энергию но и способно излечить от многих болезней и как ни удивительно последнее открытие в медицине эту теорию подтверждают до недавних пор в медицине золото использовалось только для протезирования зубов впервые этот способ предложил итальянский дантист еще в 16 веке золотые протезы оказались настолько популярным и массовым явлением что в годы второй мировой нацисты развернули жуткую кампанию по извлечению коронок у узников концлагерей варварский метод принес Германии несколько тонн золота уже после войны патологоанатомы обследовавшие останки Гитлера сделали удивительное наблюдение оказывается в последние месяцы войны личный дантист Гитлера вставил ему коронку переплавленную из того самого кровавого золота концлагерей в 21 веке золоту нашлось и другое применение в медицине теперь оно может продлевать молодость и возможно спасать жизни Катрин Денев Джулия Роберт Слайма Вайкуле согласно светской хронике все они использовали так называемое армирование суть метода в протягивании золотых нитей под кожу лица и тела золото стимулирует выработку веществ сохраняющих эластичность а значит и молодость кожи эффект держится 6-8 лет по слухам в теле балерины Майи Плесецкой стараниями косметологов было около 2 килограммов золотых нитей со времен еще египетских цариц Клеопатра инкрустирование или армирование золотых нитей в подкожно-жировую клетчатку в неглубокие слои показало очень хорошую результативность и эффект омолаживания суть операции или процедуры заключается в том что вокруг золота организм начинает формировать защитный слой общий эффект омоложения становится виден на 3-5 месяц и продолжается на протяжении всей жизни пациента или человека который решил армироваться этими нитками А в 2011 году американские ученые выдвинули теорию которая возможно позволит продлить жизнь миллионам людей и победить одну из самых страшных болезней современности рак Лечить золотом различные болезни пробовали еще до нашей эры но настоящий расцвет золотой лихорадки в медицине случился 200 лет назад Ренессанс интереса к препаратам из золота начинается в 19 веке и связывает его с именем французского ученого Чрестина который предложил этот препарат препарат изготовленный из золота для лечения сифилиса успехи были настолько впечатляющими по его мнению что этот метод лечения а в частности втирание золотой пыли в гумы язвы в области рта и кожи широко распространяется по всей Европе и даже опыт перенимают в Америке уже после смерти ученого выяснится что изобретенный им метод абсолютно бесполезен в лечении но эксперименты с золотыми лекарствами продолжатся и не напрасно и хорошо известный многим нашим телезрителям врач Кох который открыл палочку Кох который является возбудителем туберкулеза выяснилось что препараты золота в сочетании с кальцием оказывает выраженный лечебный эффект и это был триумф яркая доказательная база что золото может помогать лечить инфекционные заболевания теперь главная цель золотого оружия в медицине рак убить раковую клетку при этом не повредив здоровые ткани именно в этом состоит основная цель любого лекарства против рака золото здесь может оказаться бесценным материалом так наночастицы золота изучают сейчас для диагностики рака потому что почему опухоль растет быстро и почему злокачественная опухоль дает метастазы потому что в ней растут очень быстро сосуды кровеносные и за счет этого она получает хорошее питание ей хорошо и вот оказалось что препараты золота и нано наноформа они препятствуют образованию росту вот этих несовершенных кровеносных сосудов годы исследований доказали при активировании специальных СВЧ-излучателей большой мощности наночастицы золота могут эффективно уничтожать раковые клетки препараты из золота именно с инфракрасным последующим облучением используются при злокачественной меланоме пытаются использовать изучать и при раке молочной железы рассматривая их как альтернативу химиотерапии и лучевой терапии пока новую технологию только тестируют в лабораториях причем не только в России о том как использовать частицы золота для борьбы с раком думают лучшие ученые в крупнейших исследовательских центрах по всему миру так что возможно в ближайшие годы благородный металл будет в прямом смысле спасать жизни людей взгляните на свое обручальное кольцо или на любое другое золотое украшение сложно поверить но вполне возможно что оно сделано из золота добытого например древними римлянами хорошо известно это вечный металл он не теряет своих свойств и может быть переплавлен и использован снова и снова но наша эпоха уникальна впервые в истории человечества мы используем золото чтобы потом его выбросить ваш сотовый телефон компьютер ноутбук все они содержат золото качество этого металла делают его незаменимым при изготовлении различных микросхем и процессоров конечно количество золота в них совсем невелико но например в трех старых компьютерах этого драгоценного металла содержится больше чем в двух тонах необработанной породы из рудника и все это богатство мы ежегодно тоннами отправляем на свалку я конечно не назову точную цифру но я думаю что несколько десятков или сотен тонн то есть это все-таки достаточно большой объем потребления часть драгоценного металла из микросхем удается извлечь и переработать на специальных заводах но большинство технического золота теряется безвозвратно хотя желающих заработать на нем предостаточно сегодня я покажу как можно извлечь золото из этих старых микроплат такими видео пестрит интернет неизвестный умелец в собственном гараже с помощью простейших химикатов и нехитрых манипуляций за короткое время извлекает из кучи старых компьютерных деталей настоящее золото многие старатели в Африке или Азии намывают столько за год работая за гроши в нечеловеческих условиях под землей ну вот я почищу еще немного это золото завтра с помощью кислоты и можно нести в ломбард мы продолжаем считать золото самым ценным металлом но выбрасываем его вместе со старыми компьютерами и телефонами дорогие рестораны предлагают добавлять золото в десерты а арабские шейхи покрывают им все что по недоразумению не блестит но что произойдет если золото вдруг станет доступным технологии позволят наконец добывать его со дна океана кладоискатели найдут пропавшие тонны золота а ученые откроют способ производить его в лабораториях ну это оно просто вот это крах жизни на земле настанет тогда когда обесценится золото если еще в начале века каждая страна или каждое государство пыталось свои деньги свою валюту обеспечить золотым запасом то есть выпускалось ровно столько денег сколько золота хранилось в хранилищем государства то теперь вот эти показатели они давно не соответствуют друг другу поэтому если сейчас начнется массовый синтез золота то я не думаю что он сильно повлияет на экономику экономика давно уже по-моему строится на каких-то других базовых таких принципов но какова вероятность того что количество золота в мире стремительно вырастет это исключено хотя бы потому что это уникальная технологический продукт это фактически единственный металл который не корродирует и он используется поэтому в технике в электронике в медицине замены ему в общем-то нет и с этой точки зрения он всегда будет ликвиден золото тысячелетиями доказывало свою ценность для человека его позиции как эталоны и стандарты качества в данный момент выглядят незыблемыми правда есть одно но французский император наполеон третий славился на всю Европу своим безупречным вкусом и любовью к науке задал новую моду для аристократии своего времени во время трапез он ел только из алюминиевой посуды в то время как гостям подавали в золотой и гости ему завидовали несколько десятилетий с конца восемнадцатого и до середины девятнадцатого века алюминий стоил дороже золота этого металла было настолько мало что он считался самым ценным и редким на земле все рухнуло в один миг когда ученые научились производить алюминий в любых количествах история как известно имеет свойство повторяться алюминий 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 Продолжение следует...